Добрый день! Сегодня мы в прямом эфире. На вопросы читателей будет отвечать заведующий отделением диагностики онкоцентра, врач рентгенолог-радиолог Кирилл Игоревич Черницын. Здравствуйте, Кирилл Игоревич! Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, почему необходимо проверять молочные железы после имплантации и какие осложнения возможны? Сегодня все женщины хотят быть красивыми. Имплантация эндопротезов, молочных желез или имплантов, является хирургической процедурой, операцией. И, как при любой операции, возможно осложнение. При установке имплантов часто возникают их повреждения, которые сразу могут быть незаметны. В первые недели после установки возможны различные воспалительные процессы. В дальнейшем могут возникать складки, в том числе глубинные радиальные складки, свидетельствующие о нарушении эластичности эндопротеза. По краям эндопротеза формируется скопление жидкости, серома, которое тоже потом может превратиться в спайки, в соединительную ткань. В некоторых случаях из-за анатомических особенностей женщины эндопротезы могут смещаться, могут возникать локальные вбухания, то есть грыжи эндопротезов. В некоторых ситуациях разрыв эндопротеза может произойти в ранние сроки. Но, как правило, это случается через 5-10 лет после его установки. К сожалению, УЗИ, например, не очень хорошо видит, что происходит по задней поверхности, в области ложа установленного импланта. Если большой объём железы, опять же, УЗИ тоже ограничено своим полем обзора. Ну и всё-таки УЗИ достаточно субъективный метод диагностики. Не всегда получается ретроспективно, опираясь на одни данные УЗИ, разобраться, в чём именно проблема. Здесь на помощь приходит МРТ. Традиционная маммография, как правило, не несёт большой пользы в диагностике патологии имплантов. Существуют специальные методики, позволяющие имплант сместить, чтобы сделать снимок самой железы. Но это сложно и неэффективно. Патологию импланта на маммограммах практически не видно. Поэтому МРТ в наше время получила широкое распространение, стала доступнее и активно используется для диагностики патологии молочных желез. Вот у нас вопрос поступил от читателей. У меня вот брюшная полость. Что может из этого исключаться? Брюшная полость немножечко не та локализация, конечно. Но МРТ брюшной полости тоже проводится, и мы проводим. В том числе и в структуре чекап-диагностики. Есть свои показания для этого метода. При МРТ нет лучевой нагрузки, и мы можем лучше диагностировать печень, патологию желчных протоков. Поэтому брюшную полость тоже на МРТ мы смотрим. Но, к счастью, патология имплантов молочных желез на неё никак не влияет. Подскажите, а как часто нужно проверять молочные железы? Раз в полгода, раз в год? Обычно одного раза в год достаточно. Всё-таки нужно наблюдать за состоянием имплантов, мониторить возникновение складок глубоких и первых признаков разрыва. Но при возникновении каких-то жалоб, как то асимметрии имплантов, болезни, какие-то ощущения, можно пройти диагностику внепланово. Скажите, а какие есть симптомы разрыва имплантов? Всегда ли присутствует ярко выраженная симптоматика? Как человек должен понять, что у него произошёл разрыв? Как правило, симптомы не сильно выражены. Поскольку это всё-таки инородное тело, скажем так, оно не иннервируется, болезненные ощущения редко возникают, если не было предшествующей травмы. Чаще всего, когда мы говорим уже о коллапсе импланта, то есть капсула внутреннего импланта полностью схлопывается, женщина наблюдает асимметрию, выпуханию отдельных фрагментов железы, складки различные. То есть тут визуальные изменения груди, визуальные изменения эндопротеза. Каких-то неприятных ощущений это, как правило, не вызывает. И в этом-то и коварство, потому что разрыв может произойти, и женщина просто может об этом не знать, и до следующего исследования МРТ или звукового ходить без понимания ситуации сложившейся. Есть какие-то наглядные примеры? Да. Вот молодая девушка, 6 лет назад установлены эндопротезы молочных желез, и неожиданно почувствовала дискомфорт, асимметрию желез. Мы проверили исследование. Перед этим УЗИ дало неоднозначные данные, то есть какая-то структура импланта была неоднородная, но окончательный диагноз не был установлен. Хирург при осмотре не выявил патологических каких-то изменений, а мы на МРТ уже сейчас видим, что имеет место внутрикапсулярный разрыв импланта. После установки организм ограничивает имплант фиброзной капсулой. Сама капсула импланта разорвалась, как вы видите на изображениях, то есть двойной контур, как наши зарубежные коллеги, итальянцы называют его симптом макарон. А капсула, которая ограничивает имплант фиброзная, целая, и гель в эндопротезе не распространяется по организму, то есть мы имеем внутренний разрыв с коллапсом капсулы импланта. В более сложных случаях, осложнённых, происходит миграция содержимого за пределы капсулы. Это уже более серьёзная патология. Экстракапсулярные разрывы, как правило, всегда сопровождаются воспалительным процессом, что может закончиться очень печально. Для женщины могут формироваться силикогранулемы в лимфатических узлах подмышечных и по всему телу. И вот этот гель, если он распространился уже за фиброзную капсулу, очень тяжело без радикальных хирургических процедур удалить, поэтому важно вовремя заметить разрыв. Скажите, приводит ли осложнение после имплантации к раку молочных желёз? В прямой параллели в настоящее время не выявлено, но на фоне эндопротезов желез есть вероятность этот рак пропустить, особенно на ранней стадии, поскольку если объём железы небольшой, имплант установлен, ткани все компактно расположены, если женщина молодая и ткань железы у неё плотная, опухоль может быть просто пропущена. Например, инвазивный протоковый рак, который чаще всего выявляют на момограмме. При наличии имплантов момограмма практически неинформативна, теми как алюцинаты видны плохо будут, но УЗИ не всегда он виден на ранних стадиях. Здесь МРТ имеет большое преимущество. В нашей клинике, вне зависимости от того, пришла женщина просто с молочными железами или с установленными имплантами, мы МРТ с контрастом всегда проводим и смотрим как структуру самого импланта, если он есть, так и окружающие ткани, чтобы не пропустить сопутствующих заболеваний. Кирилл Агерьевич, ну тогда подскажите, сколько стоит у вас МРТ молочных желез с контрастом в вашем центре? Как проходит вообще эта процедура? И входит ли эта процедура в действующие чекапы, которые у вас существуют на данный момент в центре? Спасибо за вопрос. Стоимость диагностики 7 тысяч рублей. Сюда входят исследования, описания и запись на цифровой носитель, на диск. изображений. Предварительно вы можете пройти консультацию мамолога нашего центра, или вас может направить гинеколог или мамолог ваш личный, лечащий врач. Но всё-таки предварительно мы с женщиной общаемся, она записывается на предварительное собеседование, скажем так. Поскольку процедура длительная, не у всех получается долго находиться в магните, сейчас многие женщины каустрофобией страдают, у кого-то проблемы с шейным отделом позвоночника, и предварительно мы приглашаем попробовать, сможет ли женщина улежать, удобно ли ей будет. Заодно уточняем анамнез, уточняем сроки проведения исследования. Так, для молодых женщин диагностика проводится в первые две недели менструального цикла. Есть ограничения, связанные с приёмами гормональных различных препаратов и других лекарственных средств. Это всё важно знать для правильной интерпретации томографии. Естественно, она входит в состав чекап-диагностики. Это новое направление в диагностике, позволяющее выявить на ранней стадии как злокачественные опухоли, так и различные другие патологические состояния. В нашем центре существует отдельный чекап по патологии молочных желез, который включает как УЗИ, так и МРТ. Он наиболее подробная диагностика, по совокупным результатам которой врач-онколог даёт дальнейшие рекомендации. И очень часто женщины, которые обследовались без жалоб, даже не имели наследственной какой-то патологии, у них выявляются опухоли, порой достаточно крупные. Вот был один из случаев не так давно. Сейчас покажу. Женщина уже с неплотной железой, работает в другом городе, приезжала в Воронеж, насыщенный ритм жизни, 5 лет не делала маммографию и решила выполнить диагностику комплексную, чекап. В общем-то, нигде каких-то серьёзных изменений мы у неё не нашли, но вот в правой молочной железе крупное новообразование, более 3 сантиметров. В принципе, если бы она делала маммографию, она бы уже была заметна, но истинные размеры лучше видны на МРТ. И даже видны изменённые лимфатические узлы подмышечные. То есть здесь уже речь идёт не о локализованной форме рака, а о довольно крупной опухоли с поражением лимфатических узлов. Некоторых больных после такой диагностики мы сразу приглашаем на ПЭТ-КТ. Это специальная диагностика уже для пациентов с подтверждённой онкопатологией. Это вы видите на экране. Она позволяет более точно понять, поражены ли лимфатические узлы региональные, есть ли метастазы в другие органы и ткани. Попутно во время чекап-диагностики выявляется другая патология. Например, была молодая девушка, у которой проблем не было с железами, за исключением небольших кист. Но была выявлена довольно крупная аневризма головного мозга, сосудов головного мозга с высокой степенью риска разрыва. Мы быстро направили её к нейрохирургам, её соперировали. Сейчас со мной всё хорошо. Скажите, а вот разрыв имплантов зависит от их размера? Бывает такое, что устанавливают как-то неправильный размер, может быть? Повторюсь, все женщины хотят быть красивыми, но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. И, конечно, объём тканей молочной железы, окружающих тканей, если импланты ставятся под грудную мышцу, должен коррелировать с размером импланта самого установленного. Если этого не происходит, риск смещения импланта, нарушения его эластичности и в том числе разрыва гораздо выше. И, к сожалению, такое часто мы тоже наблюдаем, что на фоне очень крупных эндопротезов ткани начинают окружающие атрофироваться и происходит разрыв, причём довольно в ранние сроки. А я напоминаю, что у нас сегодня прямой эфир проходит заведующим отделением диагностики онкоцентра врачом-рентгенологом-радиологом Черницыным Кириллом Игоревичем. Кирилл Игоревич, ну и хотелось бы узнать ваше мнение. Вы за или против имплантации? Стоит ли риски? Мне кажется, каждая женщина должна принимать решение самостоятельно, но мне всё-таки кажется, чем меньше у человека, у любого посторонних предметов в организме, тем лучше. Вы бы своей жене позволили сделать? Я бы ей не рекомендовал. Но и не были бы против? Если бы она очень хотела, а как же не пойти девушке навстречу? Так, ну ещё, может быть, вы расскажете ещё какие-нибудь ситуации из жизни, вот то, что про пациентов очень интересно, может быть, есть что показать нашим читателям? Различные бывают ситуации. Так, например, мы используем МРТ для оценки уже выявленных опухолей, подтверждённых биопсией для планирования химиотерапии, лучевой терапии и оценки их эффективности. Тоже один из интересных случаев. У пациентки была выявлена опухоль, на ПЭТе, кстати, она молочной железы, интенсивно поглощающая радиоактивную гликозу, поскольку опухоль быстро растёт, делится. Мы хорошо видим на ПЭТ-КТ это. Пациентке повезло, она на диагностику попала своевременно. И если присмотреться, нет других очагов накопления изотопа патологических. Лимфатические узлы не поражены, нет отдалённых метастазов. И после проблоков химиотерапии, в нашем центре есть отделение химиотерапии в том числе, опухоль уменьшилась в размерах, отмечается её фиброзирование. Она уже имеет не такие чёткие границы. То есть наблюдается положительная динамика. И что самое важное, нет дальнейшего распространения опухоли. То есть она локализовалась. В том числе бывают ситуации, когда обращаются к нам женщины, которым манипуляции на железах проводились очень давно. В настоящее время, примерно 10-12 лет, запрещены инъекции с силикона непосредственно в молочную железу. Но раньше, в 90-е, например, такие манипуляции проводились. Непосредственно через шприц силикон вводился в железу вместо установки имплантов. Это часто вызывало осложнения. И некоторые женщины, которые проводили подобные операции ещё в те времена, сейчас к нам обращаются. Там, конечно, очень много различных патологий, хронический воспалительный процесс, иммиграция вот этого геля по организму. В некоторых случаях мы находим какие-то редкие аномалии желез, в том числе сосудистые мальформации. Была у нас пациентка с крупной гемангиомой, удалённой ещё в конце 90-х. И как-то все про неё забыли. Сейчас мастопатия, вроде кисты, но что-то ещё там, фиброденомы были. При обследовании мы нашли остатки вот этой крупной мальформации. Она очень активно кровоснабжалась. И важно было понимать, что это гемангиома. Потому что, если бы врачи пошли на пункцию без данных МРТ, она могла осложниться кровотечением и даже гибелью пациентки. Наверное, наш прямой эфир уже подходит потихоньку к концу. Смотрю, у нас пока нет вопросов от читателей. Скажите, а какие вообще симптомы всё-таки должны женщину с подвивной прийти на обследование? Что у неё, приятнятся температуры? Или как что-то заболеть? Или, в принципе, это всё проходит без симптомов? Прежде всего, асимметрия желез. Какие-то вот атипичные выбухания, уплотнения, нарушение эластичности импланта. Симптомов каковых обычно нет. Если они появляются, речь уже идёт о поздней стадии процесса, осложнившейся системным воспалением. Этого не стоит, безусловно, дожидаться. То есть это только диагностика, диагностика, диагностика? Диагностика, либо УЗИ, либо МРТ. Но, опять же, МРТ более объективно позволяет оценить уже и врачу полученные данные и более чувствительно, каким-то ранним признаком разрыва. Развод, как вы говорили, да? Оптимально, да. Скажите, а вообще существуют сейчас какие-то импланты, которые на всю жизнь? Или всё-таки такого нет? Очень бы этого хотелось, но технологии развиваются. Срок жизни современных имплантов от 10 до 20 лет. Поэтому новые импланты, сейчас последнего, четвёртого, пятого поколения, считается, что при их разрывах гель не будет мигрировать, даже если повреждена фиброзная капсула за пределы железы. Но со временем всё равно, рано или поздно, 10-15 лет, может быть, больше, капсула, которая отделяет имплант фиброзный, она начинает уплотняться. Там откладываются соли, соединительная ткань, и развивается контрактура этой капсулы. Которая может в дальнейшем вызывать болевые ощущения, какие-то косметические дефекты, но и способствовать разрыву самого эндопротеза. Поэтому вечного, к сожалению, ничего нет. Периодические импланты эти нужно заменять. Ну и мне кажется, это очередной повод не связываться с этим. Спасибо вам большое. Ещё раз напоминаю, что сегодня на наши вопросы отвечал заведующий отделением диагностики онкоцентра врачных генолах-радиолах Черницын Кирилл Игоревич. Спасибо большое за ответы. Спасибо за внимание. Берегите ваше здоровье.